Если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не врады солнечные дни... После выхода на экраны фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году, все девушки СССР мечтали одеваться, как героиня Людмилы Гурченко Леночка Крылова. Тогда никому и в голову не могло прийти, что за этим нарядом стоит многолетняя история французской моды. Что ради появления этого платья на советской актрисе лучшие французские кутюрие 20 века проигрывали и побеждали, дружили и враждовали, сотрудничали и отчаянно конкурировали. Мы ничего не видели, мы ничего не знали. Чего Коко Шанель так и не простила Кристиану Диору? Они завидовали друг другу, это было соперничество. Что за космический подарок сделал Пьер Карден женщинам Земли? Можно было вот так в чемодан сбросить, достать, а оно вообще не мятое. Почему Ивсен Лоран сравнивал моду с самоубийством? Когда за тобой такая империя, то это же и огромное чувство ответственности. Зачем французский кутюрье встал на колени перед советским актером? Я говорю, Пьер, что это такое? Коко Шанель, Кристиан Диор, Пьер Карден и Ивсен Лоран. Используя термин игры в покер, их называли французское каре. И между ними действительно шла большая игра. В ноябре 1995 года Пьер Карден с почестями, каких удостаивали только государственных деятелей, принимали в Санкт-Петербурге. Пока мэр северной столицы Анатолий Собчак старался угодить именитому гостю, 73-летний кутюрье очаровывал его супругу. Как любой француз, он был удивительно обаятельным, обходителен и очень галантен. Это было приятно и необычно для нас, для выросших в Советском Союзе женщин. Карден не меньше 30 раз был в Советском Союзе, в том числе и в Ленинграде. Но в 90-е Петербург произвел на него тяжелое впечатление. Мы только-только избавились от продовольственных карточек, которые выдавали по 200 грамм сливочного масла и по килограмму мяса. И он видел очень плохо одетых людей на улице, женщин. Он видел, что люди очень бедно живут. Карден печалился, это было понятно. Ведь он посвятил жизнь тому, чтобы люди одевались красиво. И чтобы такую возможность имели не только богатые и знаменитые, а все, кто этого хотел. Это очень важно, иметь возможность хорошо и элегантно выглядеть. Это может благотворно повлиять не только на ваше настроение, но и на вашу жизнь. Эту одну из последних видеозаписей кутюрье накануне пандемии в 2019 году сделало журналистское издание о моде Татьяна Пинская. Пьеру Кардену в этот момент было 97 лет, и он продолжал лично руководить своей империей. Чтобы сделать что-то стоящее, в нашем деле надо уметь смотреть в будущее. Но главное, надо не бояться рисковать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Слышали такое? В 1959-м Пьер Карден пошел на риск и стал причиной крупного скандала. Его исключили или, как писала пресса, изгнали из синдиката высокой моды. Этот синдикат, а попросту профсоюз, объединял производителей и самый дорогой, доступный очень ограниченному кругу клиентов одежды. Той, что принято называть от кутюр. От, H-A-U-T, это произносится от, это высокое. Кутюр – это шитье. Ну, лучше произносить его как мода. Высокая мода как высокое мастерство. Кутюрный дом должен соответствовать совершенно определенным требованиям, которые прописаны в правилах синдиката высокой моды. Главное – это 80% работы, изготовленные вручную. На производство самого сложного платья от кутюр уходит до двух месяцев, а стоить оно может несколько десятков тысяч евро. Есть определенный срез к женщин, которые одеваются только в очень дорогих модных домах, где на них конкретно шьют наряды. Но это очень узкий круг аристократии и очень узкий круг буржуазии, в которых очень большие счета, потому что это не может себе позволить рядовой, даже элементарно, среднестатистический человек. Нужды простых обывателей синдикат высокой моды нисколько не заботили. Кутюрей не должен был опускаться до массового производства. Пьер Карден бросил вызов этому устоявшемуся порядку и стал продавать копии своих моделей в универмаге. То есть абсолютно всем. Это вызвало настоящий переполох в мире моды. Все были возмущены, и дома были возмущены, и клиентки, они говорили, что я буду носить то же самое, что моя домработница носит? Его исключили из синдиката. Больше всех из-за Димарша Кардена кипятилась Габриэль Шанель. Впрочем, это никого не удивляло. О непростом характере мадемуазель Коко было известно каждому. Но только благодаря сложному характеру, когда ты идешь по головам, знаете, как говорят, если вам плюют спину, значит, вы впереди. Вот это было про Коко Шанель. В 1926 году в американском издании журнала ВОК были опубликованы эскизы маленького черного платья Коко Шанель. Американки были в восторге, а на родине, во Франции, Шанель нещадно критиковали в консервативной прессе. В журналах того времени писали, что черные платья женщинам лучше носить, когда им исполняется 30. Ну, в крайнем случае, 25 лет. Но Шанель никогда не обращала внимания на чужое мнение. Она сама была француженкой и знала, что француженкам надо. Француженки, в большей части, невысокие, хрупкие женщины. Поэтому, может быть, у Коко Шанель родилась та самая маленькая черная платьица. Это их стиль. Я дала женщине двигаться легко. Я вытащила ее из корсета. Я стала делать одежду, в которой женщине удобно. Ощущение свободы – это всегда стильно. Так говорила Шанель и делала все, чтобы в ее одежде женщина чувствовала себя легко. Карьеру она начала с того, что открыла шляпный салон и сняла с женской головы громоздкие сооружения, заменив их на удобные и стильные шляпки. Ну, они хорошо держатся на голове, они удобные. Женщина, наконец-то, может смотреть направо и налево, крутить вообще головой. И с нее ничего не слетает. И, естественно, огромное количество критиков и карикатуристов на нее набросились. Вот одна из тех карикатур, которыми пытались уколоть Шанель. Но все было бесполезно. Плевать. Это было ее любимое словечко. И она не обращала внимания, что кто-то там что-то говорил. Шанель критиковали за каждое нововведение. И за сумочку через плечо на ремешке, который она позаимствовала из армейской экипировки. И за карманы, которыми она щедро снабжала наряды. И за двухцветные туфли. И за твидовый жакет без воротника и лацкана. Досталось Шанели за то, что она первая решилась разбавлять дорогие украшения бусами, из копеечного стекла, фактически став родоначальницей бижутерии. Какая бы ни была новая мода, в первую очередь ее ругают. То, что мы с вами сейчас считаем нормальной, удобной одеждой, это, собственно, достижение Габриэля Шанель. На этом снимке она как раз в маленьком черном платье, с этой намешанной бижутерией, в экстравагантной шляпке собственного дизайна. То есть это был снимок современной женщины. Эта внутренняя свобода и внешняя эмансипация притягивали к Шанель таких же сильных, как она сама, личности. Среди ее возлюбленных были герцог вестминстерский Хью Ричард Артур и русский композитор Игорь Стравинский. Благодаря Стравинскому Шанель лично знала много именитых эмигрантов. Некоторых приняла на работу в свое ателье, например, князя Кутузова, потомка прославленного полководца и двух его дочерей. И даже у самого знаменитого из когда-либо созданных ароматов был русский шлейф. Парижские сплетники уверяли, что на создание аромата Коко Шанель вдохновила роман с кузеном русского царя Николая II, великим князем Дмитрием Павловичем Романовым. Они познакомились на курорте в Беорице. Князь был красив, спортивен и холост. Коко называла его «Мой принц». Ни о каком массовом производстве духов Шанель не помышляла. Хотела сделать сюрприз своему принцу и важным клиентам. Это был ее каприз. Это та гениальная случайность, которая родила вот этот феномен Шанель номер пять. Для создания своих первых духов Шанель наняла русского парфюмера французского происхождения после революции, переехавшего во Францию. В годы Первой мировой войны Эрнест Бо служил на Кольском полуострове. Он был поражен северным сиянием зимой и бесконечным световым днем летом. В своих воспоминаниях Бо писал, что искал аромат летнего полярного дня, который он уловил возле Мурманских озер. Он ощущал аромат северного неба, полярного сияния, вот этого снега бескрайнего, которого, естественно, не видели во Франции. И он хотел передать ощущение такого воздуха, который скрипит. Как у Шанель и Эрнест Бо рисковали. Их духи были полностью синтетическими. До этого почти все, что предлагала парфюмерная промышленность, производилось на растительной основе и имело цветочный аромат. Создавая духи для Шанель, Эрнест Бо одним из первых парфюмеров использовал альдегиды. Это химические вещества, которые не пахнут, как, допустим, роза, а позволяли создать и придать новые краски парфюмерной композиции. Бо представил Шанель десять ароматов. И она выбрала пятый номер. Да так и назвала свои духи, назначив дату выхода 5.05.1925 года. Бросал вызов времени и флакон. До этого духи разливали в непрозрачные вычурные бутылочки с округлыми формами. Шанель первая сделала флакон прозрачным. Вот этот флакон, он представляет духи. Вы видите духи, драгоценную жидкость внутри. Задуманные как сюрприз для узкого круга знакомых, духи Шанель покорили планету и пережили своих создателей. Это бестселлеры, которые оказались просто вечной. Французский Шанель номер пять. Поехали. Шанель заставила говорить о себе весь мир. Начиная с нее, создатели высокой моды кутюрье станут вызывать интерес публики не меньше, чем звезды кино и политики. Когда в середине 60-х Фьер Карден посетил Москву, об этом визите писали и говорили больше, чем о переговорах генерального секретаря Брежнева с президентом Франции Шарлем де Голь. Кардену СССР был интересен как гигантский рынок для продвижения своего бренда. Тогда он не понимал, что никакого рынка в СССР не существовало. Садимся в такси, едем. Фьер смотрит на здание госплана СССР и говорит, это частное здание, частная собственность? Я говорю, нет. Я говорю, это госплан СССР. Потом он смотрит на здание, мы поворачиваем национально. Он говорит, а это здание частное? Я говорю, нет, это ресторан. Я не выдержал, говорю, Пьер, у нас в Москве частных зданий нету. Это все государственное, это все принадлежит государству. Он говорит, понятно. В коммерческом смысле его поездка оказалась бесполезной. Но зато он приобрел много друзей. Один из них советский модельер Вячеслав Зайцев, которым он по-настоящему восхищался и как профессионал, и как друг. Зайцев тогда снимал маленькую комнату в двухкомнатной квартире, а его соседом был молодой актер малого театра Валерий Бобятинский. Однажды гостеприимный Зайцев пригласил Кордена посмотреть, как он живет. Этот визит оказался незабываемым для всех. Вот такой вонючий лифт, на котором все написаны воззвания всякие там русские и пахнет плохими сигаретами. Открываем все это, проходим. Вот такого размера там только собака может поместиться, прихожая. Значит, Пьер не понимает то ли идти, то ли бежать обратно. Значит, проходите, проходите. Но самое главное, что когда мы выходили на улицу, двери наружу, и Пьер прямо так выскочил. И Слава мне говорит, вот какой он молодой все-таки, ты видишь? Я говорю, Слава, он не понял, где он был, он вырвался на волю, на свободу. Вот все, что им двигало. Но Корден любил именно впечатления. Он превращал их в новые идеи. Когда в 61-м Корден услышал новость о том, что человек полетел в космос, это поразило его воображение. Вдохновленный космосом, он начал использовать новые материалы. Винил, серебряную ткань и огромные молнии. Он лепил из пластика шляпы, похожие на шлемы астронавтов. А у его платьев вырастали рукава с орбитами вокруг рук, расписанные в честь Луны круговыми узорами. Из этих экспериментов рождалось то, без чего в скором будущем не могла обойтись ни одна женщина. Я помню платья из креплена, которые вообще не мялись. Можно было вот так в чемодан бросить, достать, а оно вообще не мятое. Или, например, черные чулки. Они покорили женщин всего мира. А ведь их придумал именно Корден. Представить себе не можете, что такое были черные чулки в Советском Союзе. Конечно, их было не достать, но они украсили сами. Сапоги-чулки. Все бежали смотреть, потому что они были посидящие из какого-то неведомого материала. И это было возбуждающе так. Но ему была интересна не только одежда. Корден занялся созданием посуды, парфюма, мебели и даже дизайном самолета и скафандра для астронавтов. И абсолютно на всем, к чему он прикладывал руку, должно было стоять его имя. Таково было его условие при заключении соглашений и выдаче лицензий. А коллеги Кутюрье смотрели на Кордена свысока. Они не принимали его новые подходы. Считали, что все его маркетинговые выкрутасы не развивают моду, а наоборот убивают ее. Да, он зарабатывал огромные деньги, но он превратил свою марку из от кутюра в такой по-французски от месье Тульмонда или мадам Тульмонда. Это одежда для всех, одежда для рабочих и для служащих и так далее. В одном из интервью в те годы Корден с обидой говорил, что Ив Сен-Лоран никогда не приглашал его на свои показы или отобедать, тогда как сам Корден был открыт для всех. Но зато молодежь с радостью принимала философию моды Кордена. В его костюмах нового кроя позировали Битлз. В его укороченных куртках и зауженных пиджаках щеголяли главные киногерои того времени. Замшевые пиджаки, вельветовые пиджаки, которые на Бельмондо одеты. В первую очередь на Бельмондо, конечно. Ну и не только. На Делоне, на всех этих следователях из огромного количества триллеров и детективов французских, которые здесь шли. Стиль Бельмондо так бы вести себя развязно, отвязно, свободно, как мне. Тоже свободно здесь, вот тоже сидит Бельмонды. К примеру вот это. Карден. У нас союз 2-3 единицы таких. Фирменные вещи попадали в СССР нелегально или их шили по подобию карденовских моделей. Контрабандист Геша Казадоев из бриллиантовой руки тоже одет от кардена. Водолазка, однобортный пиджак. Все это Карден ввел в моду за два года до выхода фильма на экран. Часто именно в кино советские люди, пусть с опозданием, но узнавали о новых веяниях парижской моды. Черное платье с муфтой Леночки Крыловой в карнавальные ночи стало так популярно, что сразу после премьеры поползли слухи, мол, платье для Людмилы Гурченко шил сам Кристиан Диор. Но в реальности над всеми нарядами актрисы трудилась команда дизайнеров во главе с модельером Константином Эфимовым. А вот конкретно этот образ в черное платье белой муфты предложила Людмила Марковна. Да, вот они. И все-таки Кристиан Диор имел самое прямое отношение к созданию этих знаменитых нарядов. В 1947 году за 9 лет до выхода карнавальной ночи на экраны Диор создал коллекцию и предложил женщинам новый облик нью-лук элегантный женственный романтичный стиль одежды. Что такое нью-лук советские женщины поняли только в 1956 году после фильма появляется вот эта очень-очень узкая талия широкая юбка которая доселе была непопулярна ее критиковали потому что большое количество ткани уходило это же ну транжирство считалось. Нью-лук Диора вызвал в мире моды бурю эмоций. Люди разделились на тех кто принял новый стиль безоговорочно и на тех кто так же безоговорочно его отверг. И у противников Диора были причины негодовать. В 47-м когда Диор презентовал нью-лук Коко Шанель жила в Швейцарии ей пришлось покинуть Францию после обвинений в пособничестве немцам во время оккупации У Шанель был роман с немецким высокопоставленным офицером Гансом Гюнтером фон Динклаге который помог вызволить ее племянника из германского плена В освобожденном Париже Кутюрье приговорили к тюремному сроку но вмешался премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль с которым Шанель дружила и через день после ареста ее освободили Как обычно она ни перед кем не оправдывалась просто громко хлопнула дверь у своего модного дома и покинула Париж Ну ей действительно было не очень уютно после того как закончилась оккупация И вот находясь в изгнании королева моды которая посвятила жизнь тому чтобы одежда была удобной узнала о том что Диор снова заковал женщин в корсеты чтобы носить его платье женщине предлагали вернуть свои оковы Нужен был корсет нужны были утягивающие панталоны нужен был лифчик который увеличивает объем груди уровень белья формировал новое женское тело а сверху уже надевалось платье Шанель негодовала и посылала Диору проклятие самое мягкое что она говорила это то что женщина в одежде Диора похожа на старое кресло а самые крепкие ее выражения в приличном обществе вслух не повторяли что он делает с женщиной он набивает ее ватой говорила она плюясь просто из Швейцарии возмущенную Шанель поддерживали феминистки не только во Франции когда манекенщицы его шоу приехали в Америку у трапа самолета ждали американки с растяжками что ваши длинные юбки нам не нужны нам и так хорошо и это было не вопрос о вкусах или эстетике это был вопрос об образе жизни европейские американские женщины которые только что прошли работу в тылу на заводах им в общем-то казалось насмешкой вот это вот желание надеть на них цветочек и вообразить что ничего не было войны не было у тебя никого не убили ты никого не потеряла ты не работала на заводе в три смены оденься в цветочек парадокс ситуации состоял в том что у поклонников и защитников Диора были те же самые доводы только интерпретировали они их иначе в войне конец мы устали мы снова хотим быть красивыми Европа нуждалась в том чтобы сменить имидж женщины должны были конечно уйти все костюмы военного покроя френчи там накладные карманы перевозки всякой всячины которая необходима была во время войны и Диор вдруг совершенно неожиданно подарил миру снова женщину с тонкой талии с юбкой колокольчиком иногда плессированной иногда нет уже который раз в истории французской моды кутюрье рискнул и победил противницы остались при своем мнении но Нью-Лук завоевал сердца подавляющего большинства женщин разных стран даже тех кто жил за железным занавесом знакомьтесь пожалуйста моя младшая сестра очень приятно и мало кто знал что эти платья были воплощенными воспоминаниями Диора о счастливом довоенном детстве о матери которую он потерял в 25 лет и так и не смог с этим смириться семья никогда не жила в бедности мама всегда красиво одевалась и все что Диор делал в моде было навеяно его самыми счастливыми воспоминаниями я стоял в Париже и говорил своему приятелю итальянскому писателю молодому Паскалю Пантремали я говорю Паскаль скажи ну это же глупость ну зачем очки Кристиан Диор делает в виде бабочки это же неудобно я говорю зачем это взрослые люди он говорит понимаешь у детей есть игрушки они играют а у взрослых игрушек нет они придумали себе моду они играют вот такую сделают вот другую сделают в 1970 году новая игрушка появилась у Пьера Кардена он открыл собственный концертный зал сделала его модным заведением у продвинутых парижан Карден показывал на своей сцене лучших артистов и театральные постановки со всего мира в 1983 году Кардену рассказали о советской рок-опере Юнона и Авось с Николаем Караченцевым в главной роли он прилетел в Москву и в сопровождении писательницы Зои Богуславской жены одного из авторов Юнона поэта Андрея Вознесенского пришел смотреть спектакль И я Кардена взяв его под ручку повела на Юнона и Авось и когда музыка зазвучала и все он сказал это чудо и он сказал я приглашаю Юнона и Авось в Париж Устроить поездку целого театра в капиталистическую страну по приглашению частного лица в начале 80-х было невероятно Сотрудники Комитета Государственной Безопасности были категорически против тогда Кардену воспользовавшись именем удалось напрямую позвонить генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову и тот гастроли разрешил советский мюзикл шел на сцене Кардена несколько недель и сам Кутюрия был на каждом представлении после каждого спектакля он стоял на коленях перед Колей целовал ему руку я говорю Пьер что это такое он говорит я целую руку русскому гению Юнону и Авось посмотрели сначала французы а потом Карден устроил советским артистам гастроли в Нью-Йорке он не только потратил на эту затею больше миллиона французских франков но и завалил ленкомовцев подарками ну Коля Коля понятно ему там костюм там пальто там золотые часы золотые авторучки а тут и Ира Алферова тоже надо ее одеть тоже ей платье там леннишанин то ли шубу подарили то ли что-то еще он отдаривал там это все Кардена сам в молодости мечтал стать актером поэтому все что касалось сцены его завораживало 44 года до самой смерти балерины в 2015 году он дружил с Майей Плесецкой которую называл Великая она была одета и в жизни и на сцене каждый ее юбилей когда она появлялась на сцене Большого театра помню там ее фантастическое платье с зеленым поясом на этой уникальной записи Майя Плесецкая в роли манекенщицы а вот для того чтобы она вышла в костюме Кардена на сцену Большого театра Кутюрье пришлось работать анонимно в 1972 году Пресецкая пришла в дирекцию театра и сказала что Карден готов создать 10 костюмов для нового балета Анна Каренина она была уверена что такое предложение было бы честью для любого театра в мире но в дирекции Большого категорически отказалась Зачем нам это буржуазное разложение у нас есть советский модельер Плесецкая и Карден решили не отказываться от идеи балерина тайно слетала в Париж на единственную примерку Карден создал 10 уникальных костюмов которые сохраняли силуэты 19 века но были легкими и в них можно было летать по сцене Большой театр согласился принять уже готовые костюмы Кардена но только бесплатно бутюрея возражать не стал сама Майя Михайловна в своих воспоминаниях пишет что этим костюмам бы находиться желательно в музеях потому что она считала их произведениями искусства что мы сейчас можем и наблюдать эти костюмы находятся в музее чему мы несказанно рады и мы считаем это жемчужинами нашей коллекции перед премьерой Плесецкая увидела афиши программки спектакля имени Кардена в них не было а Майя Михайловна уже пригласила Кардена на премьеру она была в ужасе а он только махнул рукой да сказал да какая ерунда те кто знает мой стиль сразу узнают мои костюмы Анну Каренину перенесли на экран сняв фильм балет но в титры этой постановки Карден тоже не попал он понимал что его музу Майю Плесецкую окружают интриги зависть поэтому он даже не задавал лишних вопросов всего за время их дружбы у Плесецкой собралось около ста платьев от Кардена все они были подарены ей и только в новом веке когда балерина стала зарабатывать на уровне других мировых звезд она заплатила Кардену за каждый шитый им наряд несмотря на все его возражения из великих парижских кутюрье Плесецкой довелось знать не только Кардена в 1954 году 71-летняя Габриэль Шанель вернулась в Париж и возобновила работу своего модного дома Париж без Габриэля Шанель немножко страдал всего за три сезона она не только вернула себе всех прошлых клиенток но и обзавелась новыми ее твидовые костюмы носили Одрихе Берн Элизабет Тейлор Жаклин Кеннеди В 1961 году друг Коко Шанель танцовщик Серж Лефарь представил ей гастролировавшую в Париже Майю Плесецкую советская балерина так очаровала мадмуазель что та подарила ей костюм и они снялись на память обнявшись а эти фотографии сделаны спустя 12 лет в 1973 году и на них рядом с примой Большого театра еще один кутюрье из великолепной французской четверки Ив Сен-Лоран в 1959 году в Москву специальным рейсом из Парижа прибыл отряд французских манекенщиц во главе с 23-летним модельером Ивом Сен-Лораном на улицах советской столицы красотки позировали в его ярких нарядах вызывая любопытство прохожих Москва вся дрожала потому что такое даже представить у нас было очень трудно девушки в чулках на каблуках наши же всех в босоножках каких-то и с носочками какой женщины это лицо посмотрите она с мужчиной стоит такое задачное лицо кто это что это откуда она появилась а здесь стоит масса народу которые увидели как действительно с другой планеты прилетели инополитяне удивили народ так в обморк можно упасть снимки сделанные фотографом журнала Life слишком выпячивали разницу между уровнем жизни в Европе и в СССР те женщины которые перенесли войну они все в платках черных сер в пиджаках морщинистые лица у нашей женщины как они сколько они измучились кто не дождался своих сыновей и мужей а эти улыбающиеся красотки драгоценностями на шее заметили это и в Центральном комитете комсомола который отвечал за мероприятие разразился скандал и полетели головы кто пустил сюда этого француза другой даже не скандал а курьез в котором косвенно был замешан Сен-Лоран произошел через два года на московском кинофестивале на приеме в Кремле две суперзвезды Джина Лола Бриджида и Элизабет Тейлор были в одинаковых платьях шитых для них Сен-Лоран хотя каждый сказали что это единственный экземпляр а получилось что два экземпляра и они оказались у нас на кинофестивале в этих платьях только у одной был там красный поясочек а у другой был там зелененький поясочек и они друг на друга смотрели это был целый скандал авантюры были частью образа Сен-Лорана в мире большой моды он считал что одежда должна не только украшать женщину но и ободрять ее его одежда была для дерзких и уверенных в себе от женского смокинга до сапог ботфортов и в Сен-Лоран это сафари и в Сен-Лоран это сапоги и в Сен-Лоран это широкие блузы которые подчеркивали тонкий силуэт это оторочка мехом его вещи были очень яркие они бросались в глаза в истории моды Сен-Лоран вошел как вундеркинда модный журнал опубликовал его рисунки когда его было 16 в 17 он победил на конкурсе модной одежды а в 20 уже работал ассистентом Кристиана Диора после внезапной смерти Кутюрье Лорана назначили художественным руководителем дома Диор ему был 21 год и он выпустил свою дебютную коллекцию ставшую сенсацией она называлась Трапеция он решил избавить девушек от всех этих диет и предложил трапецию когда вы просто вскрываетесь в этом коконе и сколько угодно пирожков пожалуйста злоупотребляйте Тирамису никто вам уже ничего не скажет для того чтобы сделать такое в доме Диора где годами делали ставку на классику и традиции надо было обладать сильным характером и завидной смелостью и то и другое у Сен-Лорана было и первая кто это оценила была та которая кроме себя в моде мало кого признавала он сделал удобную одежду Шанель сказал это мой духовный сын а чтоб о вас так Шанель сказала вам нужно постараться а вот менеджеры дома Диора были возмущены и они придумали как избавиться от Сен-Лорана не вызывая скандала зная о его призывном возрасте воспользовались связями в правительстве и Сен-Лоран получил повестку в 1960-м его отправили на фронт в Алжир где вооруженные группировки выступали за независимость от Франции Сен-Лоран родился и вырос в Алжире ему пришлось воевать против алжирцев среди которых он совсем недавно жил через 20 дней с ним случился нервный срыв Сен-Лоран был демобилизован и отправлен в психиатрическую клинику где его лечили с помощью электрошоковой терапии и тогда к этой истории подключились адвокаты которые сумели доказать в суде что дом Диора был замешан в отправке Сен-Лорана на войну они подали в суд на модный дом Кристиан Диор получили 700 тысяч франков и на эти деньги они открыли в 62-м году свой дом моды Сен-Лоран всю жизнь ощущал последствия того психического недуга депрессии и нервные срывы преследовали его он с трудом заводил знакомства его любимыми существами были французские бульдоги которых он обожал говорили что первого бульдога ему подарила бывшая возлюбленная Владимира Маяковского Лилия Брик они познакомились в аэропорту Шереметьево 2 когда Брик летела из Москвы в Париж а Лоран делал пересадку из Пекина на тот же рейс он был сражен ее образом и рискнул подойти и представиться Лилия была где-то там под 80 или вокруг 80 она была личность и это чувствовалось и всеми окружающими Лоран присылал ей духи платья своей марки а когда она умерла он прилетел в Москву и попросил ненадолго оставить его в ее комнате и положил цветы на тот самый диван на котором фотограф Валерий Плотников запечатлел ее с подарком Ива Сен-Лорана накинутый шарф от Ив Сен-Лорана хороший в общем я сделал на этом продавленном диване кадр в 92-м году в год 30-летия своего модного дома в интервью французскому журналисту Ив Сен-Лоран сказал слава и мода это самоубийство каждый год я должен создавать по меньшей мере 4 коллекции и каждая должна быть лучше предыдущей чтобы доказать что я лучший и так будет до самой моей смерти самое часто повторяемое слово в интервью дизайнеров pressure 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 давление они все время под давлением потому что мужская коллекция потому что женская коллекция потому что открытие и все время что-то поджимает и если он амбициозен и хочет себя проявить то ему приходится это давление держать на своих плечах с конца 80-х Сен-Лоран начал все чаще болеть лечился от алкогольной и наркотической зависимости в 90-е его модный дом терпел убытки совладелец дома Сен-Лорана Пьер Берже заявил о конце высокой моды в январе 2002 года Ив Сен-Лоран окончательно отошел отдел а в 2008 скончался от опухоли головного мозга в возрасте 71 года Ухоженный вид грамотная речь воспитание вот что всегда будет в моде Самый большой оптимист модной индустрии Пьер Карден вынужденное уединение вызванное пандемией решил посвятить тому чтобы разобрать свой архив его трудовой стаж высокой моди к тому времени составлял больше 70 лет Я была уверена что он до сотен лет дочанет потому что он был живчик такой вот мы даже разговаривали время поднебения ему звонили спрашиваю как у него день проходит он говорит утром встаю просматриваю счета молодец какой Пьер Карден прожил рекордно долгую жизнь среди всех кутюрье его не стало в декабре 2020 года в возрасте 98 лет на его смерти была поставлена такая ощутимая точка в большом романе или очерке истории моды в течение целого века четверка прославленных французских кутюрье влияла на моду и образ жизни миллионов людей по всему свету они не только создавали сложную одежду но и сами были сложными и неоднозначными людьми Шанель Диор Карден и Сен-Лоран диктовали стиль и сами свои имена сделали символами моды и красоты и сен-Лоран сен-Лоран Субтитры создавал DimaTorzok